Здравствуйте, с вами Николай Пивненко, это проект Дата. Сегодня 4 января и сразу начинаем с родившихся в этот день. 1785 год. Появляется на свет Якоб Гримм, знаменитый немецкий писатель-сказочник, который родился в семье известного адвоката. Вместе с братом он был членом кружка так называемых гейдельбергских романтиков. Они ставили целью возрождения общественного и научного интереса к народной культуре Германии и ее фольклору. Все, конечно, звучит весьма сложно, но на самом деле мы их, а их было двое, потому что был еще брат, братья Гримм, нам запомнились как знаменитые братья, которые создают знаменитое собрание немецких сказок. В 1934 году появляется на свет Зураб Церетели, скульптор, президент Российской Академии художеств, человек, который изгоял, мне кажется, несметное количество всевозможных скульптур. Конечно же, придет время, которое расставит все скульптуры по их значимости для человеческой истории, потому что Зураб Константинович работает не только для России, его скульптуру можно найти по всему миру. Но что-то есть в этом человеке и в его творчестве. Может быть, мы не всегда понимаем то, что происходит прямо в наши дни. Не всегда понимаем наших современников. С днем рождения! Ну а теперь о событиях 4 января. 1923 год. Ленин заканчивает работу над письмом к съезду. Правда, никто, наверное, о нем не узнает, потому что до 70-х годов 20-го века будет это письмо скрыто. Именно в этот день Ленин указывает на отрицательные черты характера Иосифа Виссарионовича Сталина. Он предлагает подумать о перемещении его с поста генерального секретаря ЦК ВКПБ. Но так как письмо было спрятано фактически, никому даже не удалось этого не только сделать, но и подумать об этом. А в 1936 году американский журнал Billboard впервые публикует список самых раскупаемых грамм-пластинок. Первым хит-парад возглавил джазовый скрипач Джо Винутти. 1943 год. Еще один американский журнал Time подводит итоги 1942 года и называет Человеком года Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот так в двух местах у нас сегодня Сталин с вами оказался. Почему бы это? 1970 год. Группа Beatles последний раз работает вместе. Причем уже даже без Джона и Ринго. Во время записи песни Let It Be для одноименного альбома. Дальнейшая работа будет сведена к тому, что просто работают звукоинженеры. И никогда Beatles больше не соберется вместе. А в 1980 году президент США Джимми Картер объявляет о бойкоте Олимпийских игр в Москве. Поводом становится ввод советских войск в Афганистан. Ну и в завершении народные праздники, приметы и традиции. 4 января отмечается Настасьин день. Святая Анастасия покровительствует беременным женщинам. Настасьин день чествует матерей и весь род. В этот праздник принято варить постную кашу и угощать ею беременных женщин. Считается, что она придает им силы, здоровье и уберегает от выкидыша. Крестьяне готовились к рождественскому столу, кололи свинью и делали из нее колбасы. Вот как много всего происходило в этот день. О приметах все очень просто. Какая погода Настасьин день, такая в октябре будет. Если с крыш свисает много сосуль, год будет урожайным. Также в этот день запрещается бить животных. В противном случае человека настигнут болезни и возникнут проблемы с ногами. Нельзя прокалывать уши, иначе они долго не заживут. Запрещается ходить босиком и вязать, так как это может привести к аресту родственника. Так что будьте внимательны. Ну и еще, 4 января отмечается день Ньютона или Ньютона. Бейте ударением куда угодно, с ним все равно ничего не произойдет. Праздник этот отмечают ученые, исследователи, любители научных экспериментов. В этот день принято посещать могилу Ньютона в Вестмиттерском обастве в Лондоне. Сэр Исаак, великий английский ученый, гений, родился в этот день в 1643 году. Он появился на свет недоношенным и болезненным. Помните Настасьин день? Но он смог проявить свой характер, упорство и выжить. Занимался физикой, математикой, механикой, астрономией, алхимией и богословием. Как это все умещалось в одном человеке. Фантастически. В конце жизни он посвящает себя истории и теологии. Живет 83 года и оставляет после себя множество открытий в естественных науках. Самое известное из них – раскрытие тайны всемирного тяготения. Легенда гласит, что упавшее рядом с Ньютоном яблоко вызвало в его голове вопрос, ответ на который впоследствии прославил ученого на весь мир. В 1705 году королева Англии и Шотландии Анна возводит 62-летнего Ньютона в рыцарь. С тех пор он стал сэром. В честь этого ученого названа единица измерения силы. Астероиды, теоремы, законы, уравнения и формулы. А Британский институт физики с 2008-го решил вручать ученым международную награду в области физики. Медаль Исаака Ньютона или Ньютона за особые достижения в этой науке. Попробуйте заработать эту медаль и вы. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Продолжение следует...